Здравствуйте! Это итоги недели на ННТ в студии Махач Курбанов и коротко о наиболее важных событиях, прошедших за эту неделю. ФСБ работает. Раскрыта террористическая ячейка, тайник с оружием и боеприпасами в Дагестане. 150 единиц техники и более 800 человек. Накануне прошел масштабный субботник в Махач Калем, который поддержали и районы республики. Опасная дорога к получению знаний. В поселке Ленинкент требуется новая школа. Шейху Ахматофандия вручили благодарственное письмо. Руководство страны отметило весомый вклад муфтия в укреплении мира и межконфессионального согласия в России. ФСБ раскрыло законспирированную террористическую ячейку в Дагестане. Накрыли ее в результате проведенного комплекса оперативно-разысканных мероприятий на территории Дербенского района. По данным ФСБ, члены ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, включая покушения на жизни правоохранителей и мирных граждан. Следствие решает вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела. У задержанных изъят тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Большое новоселье. В Махачкале завершили строительство и ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома. Более 250 квартир были сданы для военнослужащих Каспийской флотилии. Подробнее в сюжете Алины Багиловой. Торжественное мероприятие, посвященное сдаче в эксплуатацию служебного жилья и вручении документов от квартир, объявляется открытым. Детский сад, своя школа и даже военно-морской госпиталь. И все это для жильцов этих многоэтажек. Более 200 семей уже начали обустраивать свое новое жилье. Товарищ командующий Андрейка пошел в эту пиву. Семья Костиных больше двух лет ждала свои квадратные метры. Им больше не нужно скитаться по съемным квартирам. С появлением нового дома решилась и другая проблема. Не придется ждать и очереди в детский сад. Для детей военнослужащих работает новое дошкольное учреждение. Квартира шикарная. После своего жилья в Астрахани у нас своя квартира. И, конечно, на съем, но это было очень тяжело. Переезжать – это уже все не свое. А это подарок. Хотя она и служебная, но она все-таки своя. 11-летняя Катя Сторожева в восторге от новой квартиры. О своей комнате она мечтала давно. Но девочка признается – о просторной игровой площадке во дворе и море рядом мечтать не приходилось. Не знаю, что сказать, потому что квартира – просто квартира мечты. Мы очень долго ждали квартиру. Прям с конца лета. Об этих домах действительно можно сказать – заезжай и живи. Сантехника, кухня, мебель, бытовая техника. В общем, все для комфортной жизни. Все супер, классно. Я прям очень-очень рада, счастлива. Уже хочется побыстрее заехать. Военные возвели многоквартирные дома всего за год. У обычных строительных организаций ушло бы на застройку несколько лет. Два дома 96-ти квартирных и два дома 168-ми квартирных. Военнослужащие, которые приезжают из других гарнизонов, им достаточно с собой постельное белье и ложки взять и можно заезжать. Данный проект для военнослужащих полностью реализован по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В скором времени в Дагестане появятся еще два таких дома. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. Горожане уже этой весной смогут отдохнуть на территории и прилегающей аллеи Духовного Центра имени Пророка Исы, мир ему. Его строительство продолжает набирать обороты. Идет масштабная работа по благоустройству территории. Мечеть – сердце центра. Все бетонные работы проведены. Закончена кладка кирпича. Сейчас идут подготовительные работы для перекрытия крыши. Металлоконструкцией занимаются специалисты из Кизилюрта. У Духовного Центра нет определенного спонсора. Его строят всем народом. Центр уже сплотил вокруг себя тысячи дагестанцев. А полное завершение будущей жемчужины Кавказа планируется в 2025 году. Мы проводим работу, ну, невидимую работу, ливневку, канализацию, дренажку. Также подводим воду к деревьям для полива. И, конечно же, занимаемся, то есть, продолжаем уклады плитки. До моста мы уже завершаем. И уже дальше моста будем продолжать до мечети, чтобы... То есть, готовимся к весеннолетнему сезону. Махачкалинские перевозчики считают провокацией слухи о повышении тарифа на проезд до 44 рублей. В ходе совещания все руководители транспортных компаний заявили, что не планировали и не планируют повышать плату за проезд маршрутном такси. Они призывают горожан верить только официальной информации от администрации города. Распространяемая в социальных сетях информация о грядущем повышении проезда на настоящий момент не имеет под собой никакого основания, от нас не исходит. Процедура повышения цены на проезд предполагает официальное уведомление администрации и других заинтересованных ведомств. Поэтому просим горожан ориентироваться только на официальные источники информации. В настоящий момент я утверждаю, что по маршрутам в черте города у нас проезд 23 рубля. И в настоящий момент вопрос повышения цены не обсуждается. Инфляция в Дагестане в декабре выросла до 7,3%. С августа этот показатель стал самым высоким. Об этом сообщает дагестанское отделение Центрального банка. Цены выросли на продовольственные товары. Например, яйца подорожали почти на 20%. А также рост цен наблюдается на всю плодовощную продукцию. Картофель, лук, морковь. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали строительные материалы, медикаменты и табачные изделия. Цены также поднялись на услуги в сфере туризма и пассажирского транспорта. Повышение, по данным отделения Национального банка Республики, прежде всего связано со снижением урожая отдельных сельхозкультур, как в регионе, так и по стране в целом. Кроме того, на ускорение роста цен оказало влияние ослабление рубля. Однако рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в этом году снизится до 4%. Все подскочило, все, и яйцо, и масло, и крупы. Что людям делать? Зарплаты маленькие, а цены, сам знаешь. ЖКХ платим за свет, за газ, за все, что остается на лекарства взрослым людям. Руководство УК «Лидер» подозревают в хищении 235 миллионов рублей. В отношении экс-гендиректора Дмитрия Зуева и нынешнего исполняющего обязанности гендиректора УК «Лидер» Мурада Гаджимагомедова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Дагестану. По их версии, в течение прошедшего года подозреваемые незаконно вывозили мусор на несанкционированную свалку в пригороде столицы республики. В результате они сэкономили 235 миллионов рублей, которые подельники присвоили себе. Компания «Лидер» по договоренности с региональным Минприроды должна была вывозить отходы на полигон «Гринтау» в Избербаши. Но вместо этого мусор продолжительное время вывозили на территорию села Агачаул Корбахкенского района. Бывший руководитель «Лидера» Зуев задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Последний месяц Махачкала и Каспийск буквально утопали в мусорных свалках, которые только росли и разлетались. Экологии грозила серьезная опасность, если бы решением этой проблемы не занялись вплотную. Хамза Нурмагомедов подробнее. Это место нельзя назвать полигоном отходов. Это настоящая мусорная свалка. Отходы здесь не утилизируют, они обреченно гниют и воняют. И все это в окрестностях столицы республики. Пункт вывоза махачкалинского мусора находится совсем рядом с селением Параул. Непрерывно грузовые машины заводят сюда отходы. Мусорная свалка постепенно превращается в мусорный лес. Коллапс с бытовыми отходами остается одной из самых острых проблем нового года. Проблема неуборки мусорных баков связана с нехваткой специализированной техники и рабочей силы в Махачкале. Руководство региона вплотную занялось решением этой проблемы. Заключено соглашение о сотрудничестве с российским экологическим оператором. Надеемся, что первые пять комплексных проектов по обработке должны будут возникнуть на территории республики. В рамках договоренности создадут инфраструктуру, а также разработают программу, которая позволит комплексу устранять твердые коммунальные отходы. Для начала планируется определить места для вывоза твердых бытовых отходов с территории городов. Создать компанию, то бишь регионального оператора, скорее всего на базе этих муниципальных организаций, которые сегодня занимаются сбором и вывозом отходов, что в свою очередь приведет к созданию уже устойчивой схемы по всей республике, позволяющей нам правильно обращаться с твердыми коммунальными отходами, то бишь очищать города, те участки дорог, которые сегодня тоже, к сожалению, к величайшему недолжным образом выглядят, и привести в соответствие в течение ближайшего полугодия ситуацию нормального роста. Предприятие, которое занималось вывозом мусора, полностью не справилось с объемами отходов. Сейчас определены два региональных оператора – Махачкала-1 и Горсервис, которые будут убирать мусор. Более глобальные действия предполагают строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов. Отобраны земельные участки в городе Дербенте, а также Буйнакском, Кизлярском, Хасаюртовском и других районах республики. Ханзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Микбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Руководство республики разрабатывает проекты по уборке ТБУ на перспективу. А уже накануне был организован масштабный общереспубликанский субботник по ликвидации мусорных свалок. Махачкала стала эпицентром проведения масштабного субботника. Поддержать которые выразили готовность сразу несколько муниципальных образований Дагестана. Вместе с силами регионального Минприроды в Махачкале задействовано более 150 единиц техники и более 800 человек. К акции присоединились Карудахкенский, Кайкенский, Хасаюртовский и Хунзахский районы. С понедельника, уже сегодняшнего дня, началась специализированная техника, также подключилась к работе на территории Махачкалы. И мы приведем соответствие. Технического сбоя в дальнейшем не будет. Будем контролировать этот процесс. И работа на кладбитое. Школы Дагестана оштрафованы на 4 миллиона рублей за нарушение санитарных норм. По результатам проверок Роспотребнадзора Республики, около 60% пищеблоков расположены в приспособленных зданиях и не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В 56 учебных заведениях выявили нехватку холодильников, а в 137 школах нет локальной вытяжной вентиляции. Проверка показала и отсутствие рукомойников в буфетах. За выявленные нарушения составлены протоколы на общую сумму 4 миллиона рублей. Жители Ленинкента требуют построить им школу. Все учебные заведения в поселке переполнены. Десятитысячный четвертый микрорайон нуждается в дополнительном учебном заведении. Земля, зарезервированная, под эти цели имеется, но на участок постоянно находятся претенденты. В проблеме пыталась разобраться моя коллега Патимат Ханапова. Сложные положения у нас очень. Обратите внимание. Прошу вас. Прошу умолять. Ради Аллаха я вас прошу. Жители поселка уже в отчаянии. Устали ждать, говорят они. Ситуация здесь непростая и решить ее не удается вот уже четвертые годы. В микрорайоне проживает более 10 тысяч человек, а детям не хватает школьных мест, чтобы все могли получать знания, не выезжая в столицу. Я как доктор курирую вторую школу. Там в прошлом году было 7 первых классов, на сегодняшний день там 13 первых классов. Очень много населения, она растет и две школы. Соответственно, места не хватает. В поселке есть две школы, но они переполнены. В каждом классе учатся по 35 человек, поэтому детей приходится возить в Махачкалу на собственном транспорте, так как маршрутки все бывают переполнены. Некоторым приходится на своей машине возить в город, а у каждого таких условий нет. Кроме того, микрорайон отделяет от основной части поселка центральная скоростная дорога. И чтобы добраться до школы, дети вынуждены переходить эту дорогу, что небезопасно. Только за январь здесь было совершено 4 наезда на пешеходов. Для того, чтобы все дети школьного возраста могли обучаться, не выезжая из поселка, необходима дополнительная школа, считают активисты. Земля под ее строительство была определена еще в 2017 году. За эти три года участок стал намного меньше. Вот мы вам даем землю, которую удержали 3 года, воюя с этими чиновниками. Давайте же построите нам школу, она нам очень нужна. Они никак не хотят, чтобы этот участок оставили. Они хотят ее распродать, чтобы наши дети стали грамотными. Они образованы, они не хотят. Факт незаконной приватизации этих земель подтверждает и мэрия Махачкалы. Сейчас власти планируют аннулировать решение и вернуть земли под строительство школы. Выяснилось, что на 7 участков зарегистрированы права частых собственно неустановленных лиц, которых мы сейчас уже устанавливаем. И в ближайшее время соответствующие материалы будут направлены в судебные органы для снятия с учета этих участков. После возврата земель отмечают в мэрии столицы и будет запланировано строительство школы. Работа по включению объекта в республиканскую инвестиционную программу уже проводится. А местные жители, в свою очередь, выражают надежду, что им не придется ждать обещанного еще 3 года. На, 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 на! По тематам Ханнапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Накануне в городах и районах Дагестана состоялся первый этап конкурса по книге «Основы религии и жизнеописания пророка Мухаммада. Мир ему и благословение». В ней приняли участие тысячи людей. Больше всего конкурсантов собралось в центральной джума мечети Махачкалы. Первый этап проходил в формате тестовых заданий, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Как отмечают организаторы, конкурс проводится в три этапа и не имеет возрастных ограничений. Подобное, на наш взгляд, будет способствовать формированию здорового, правильного воспитания молодежи, будет способствовать правильному отношению их к представителям других конфессий, других национальностей. «Мы пришли сюда с нашей семьей, двумя сыновьями, супруга и супруга на втором этаже. Старший сын еще занимается, не сдал. Средний мальчик уже написал, сдал. Мы готовились целый месяц». Результаты работ участников конкурса на официальной странице Муфтията в Инстаграме. Муфтия Дагестана запустил новое мобильное приложение. Теперь каждый пользователь смартфона может в режиме онлайн получить от компетентного богослова ответы на интересующие его вопросы. Приложение содержит функции оповещения о времени намаза, направления для молитвы, красивое чтение Корана. Верующий с помощью приложения легко найдет ближайшую мечеть. Помимо этого, пользователь сможет ознакомиться с ежедневной деятельностью Муфтията, богословско-правовыми заключениями по актуальным темам, а также посмотреть видеоматериалы и послушать аудио-уроки. Скачать приложение можно в Play Market и App Store. Муфтия Дагестана шейху Ахматофанди вручили благодарственное письмо. Его направил первый заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Иван Мельников. В руководстве страны отметили весомый вклад Муфтия в укрепление мира и межконфессионального согласия в России. Памятный подарок и благодарность передал духовному лидеру депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев. Муфтия Республики шейх Ахматофанди выразил признательность за оказанное внимание и подчеркнул значимость тесного сотрудничества духовенства и органов власти во благо жителей региона. Кубачинские башни руками художников. В Махачкале в Театре поэзии прошло биеннале печатной графики. Его участники охватили в своих работах и архитектуру древних сел и культуры его жителей. Но как все это создавалось, узнал мой коллега Карим Даниев. Ему слово. В своей работе, которая называется «Кубачинка», Алиева Карина стремилась показать культуру и быт высокогорного народа. Для точной передачи архитектуры старого села художница лично посетила кубачи, собрала необходимый материал и приступила к работе. Здесь изображена, собственно говоря, кубачинка в традиционном наряде с мучалом за спиной. Это их кувшин, в котором они носят воду каждый день в Средника, в старом селении. Мы там, первый раз я там была в 2017 году и вот, в принципе, очень, можно сказать, влюбилась в это село, в самобытную культуру, да, то, как они сохранили облик свой. Процесс создания картины длился более полутора месяцев. Печатная графика отличается от других жанров художественного ремесла своим трудоемким процессом. Раньше таким способом иллюстрировались книги, и это было самым популярным видом искусства. Сегодня же им занимаются не так массово. Изображения сначала гравируются или на металле, или на дереве, или на пластике, или на линолеуме, или на камне, и после этого при помощи печатного пресса переносится на бумагу. Процесс очень трудоемкий, поэтому требует больших ресурсов, и поэтому немногие художники интересуются и занимаются этим видом творчества. Выставка Биеннале «Кубачинские башни» проходит уже во второй раз. Организаторы собрали работы 126 авторов, чтобы показать своему зрителю искусство печатной графики. Мы хотим привнести что-то красивое в мир, мы хотим поделиться искусством, мы хотим, чтобы наш народ смотрел, удивлялся, развивался и узнавал о других видах искусства, узнавал о других регионах нашей страны, о других странах, потому что у нас здесь представлены художники из 10 стран, у всех работы совершенно разные. Организаторы отмечают, что реализация такого проекта невозможна без соратников, и поэтому выражают признательность молодым художникам Дагестана и координаторам, которые принимают активное участие в проекте. Выставка продлится до 14 февраля. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин